Новая оргтехника и мебель только занимают свои места. Что-то еще стоит в упаковке. Экскурсию по пока еще будущему Центру управления регионом проводит куратор проекта Наталья Зиберева. Центр управления регионом это аналитический центр. Аналитический центр, который собирает всю информацию по городскому округу, консолидирует ее и распределяет по направлениям. В нашем муниципальном центре будет четыре основных блока. Это блок дороги, блок образования, медицина и ЖКХ энергетика. Для каждого направления своя отдельная территория. Здесь нет кабинетов, одно открытое пространство. Эффективность работы с обращениями граждан можно будет видеть наглядно. Данный большой экран с тепловой картой, скажем так, это визитная карточка каждого муниципалитета. Соответственно, у нас этот данный экран тоже есть. На нем будет выведена программа Центр управления регионом. На ней будет тепловая карта, на которой мы можем отслеживать возгорания красных зон, зеленых зон и сможем оперативно реагировать. Это программа, в которой мы видим все направления, видим все обращения граждан, из какого бы источника информации они поступили. Всего два с половиной месяца ушло на возведение здания. Общая площадь всех помещений чуть больше 300 квадратных метров. И каждый из них используется максимально продуктивно. При возведении этого объекта были применены уникальные технологии быстровозводимого, нестационарного объекта, который позволил нам в самые кратчайшие сроки возвести вот такое прекрасное, замечательное здание. Очень комфортное, которое позволяет не только решать те вопросы, которые в настоящее время стоят перед Центром управления регионом и руководством района, но и на перспективы расширения. Центр управления регионом – часть масштабного проекта губернатора и правительства Московской области, который уже реализуется в других муниципалитетах Подмосковья. Мы уверены в том, что именно работа муниципального центра, она поможет сделать жизнь комфортнее, поможет решать проблему намного быстрее. Мы сократим вот этот вот момент поступления задачи именно в муниципалитет и дохождение, скажем так, примитивно до самого исполнителя, тот, кто возьмет и пойдет сделает. То есть мы сокращаем этот период и когда он поступает к нам задача, мы сразу же направляем ее на устранение. Некоторые проблемы будут устраняться в течение нескольких часов. Сообщить о какой-либо проблеме граждане смогут различными путями. От сообщений на портале Добродел до комментариев в социальных сетях. Работы впереди немало. Предусмотрена здесь и комната для отдыха. Надо сказать, что подобные центры управления регионом есть и в других муниципалитетах Московской области. Но обычно они располагаются в здании администрации или других учреждений. Такое отдельно стоящее здание, оснащенное по последнему слову техники, есть только в нашем городском округе. Большого архива для многочисленных бумаг в здании нет. В основном весь документ и оборот будет вестись в электронном виде. А вот для гостей, прежде всего, руководством муниципалитета предусмотрено специальное помещение. Наш единственный отдельный кабинет в нашем здании – это зал заседаний, в котором у нас будут проходить оперативные совещания. Кабинет, в котором будет приезжать наше руководство, глава, заместители, которые будут также приезжать в ЦУР. Здесь у нас будут проходить все ВКС, все конференции с нашими, скажем так, руководящими министерствами, ведомствами из правительства. Порядка 40 человек будет работать одновременно в этом здании. Пусконаладочные работы должны быть завершены до 1 декабря. Именно с этого момента Центр управления регионом будет готов к работе. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.